Истории, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в 1980 году. С разницей всего в несколько дней были найдены тела двух жестоко убитых женщин. Многие десятилетия одну из них знали, как неопознанную женщину округа Вентура, а вторую округа Керн. Почти 40 лет понадобилось, чтобы наказать виновника этих и других преступлений. Но еще больше времени понадобится, чтобы опознать несчастных и дать ответы их родственникам. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Также заходите на телеграм-канал, там публикую материалы, не вошедшие в видео и другие интересные факты. Город Делана, округ Керн, штат Калифорния. 15 июля 1980 года в Миндальном саду местные рабочие обнаружили тело. Вызванный на место обнаружения шериф позднее описывал увиденное, как самое жестокое преступление, с которым ему приходилось иметь дело. Из одежды на женщине был розовый топ, покрытый кровью, голубые джинсы и, как отмечалось, очень чистые кроссовки. Неподалеку от жертвы были видны четкие следы автомобильных шин, но при этом не было никаких следов обуви. Также, учитывая, что тело нашли всего в миле от трассы номер 99, следователи предположили, что несчастная погибла в другом месте, а на поле лишь избавились от ее трупа, выбросив его из машины. Погибшей оказалась белая женщина в возрасте от 25 до 45 лет, возможно, латиноамериканского или индийского происхождения. На теле были две профессионально нанесенные татуировки. На одной был изображен цветок, надпись «Мама» и «Я люблю тебя». На второй было сердце с надписью «Ширли» внутри него, а также «Люблю тебя» и «Сиэтл». Причиной смерти стали ножевые ранения, из которых около 30 пришлись в верхнюю часть туловища. Токсикологическая экспертиза определила, что на момент трагедии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также при осмотре Коронер заметил у жертвы отсутствие верхних зубов. На теле было два шрама – на ягодице и на животе. Помимо этого, в левой ноге были установлены металлические пластины и штифты, однако номеров на них не было. Хотя взятые отпечатки пальцев не помогли следствию, вещи жертвы, также как и частицы кожи вероятного преступника, были сохранены для последующих экспертиз. Также, как был сохранен и биологический материал с пивной бутылки марки «Микки Лоб», найденной возле жертвы. На начальных этапах расследования детективам поступало много различной информации по поводу личности убитой. Кто-то из запрошенных предполагал, что девушка могла быть работницей местного яблочного сада. Одна женщина сообщила полицейским, что у официантки бара по имени Ребекка Ачоа были такие же татуировки. Но проверка этих версий ни к чему не привела. Пытались идентифицировать жертву, показывая ее татуировки мастерам, работавшим в округе. В одном из салонов города Бейкерсфилд татуировщик узнал технику исполнения и отправил следователей в тату-салон Лос-Анджелеса, где также располагалась большая индейская община. Но единственное, что там узнали полицейские, это то, что погибшая, скорее всего, была родом из Сиэтла, штат Вашингтон. Таким образом, несмотря даже на наличие информативных татуировок и другие необычные приметы, установить личность погибшей детективам тогда не удалось. И погибшую стали называть Джейн Доу из округа Керн. А всего через три дня, в 150 милях от места обнаружения этой убитой, было найдено еще одно тело. Вестлейк, округ Вентура, штат Калифорния, 18 июля 1980 года. На краю парковки местной школы был найден труп. Прибывшие на место полицейские увидели тело частично раздетой молодой женщины, которую изначально приняли за манекен. На ней была белая рубашка, нижнее белье и красные штаны. Исходя из того, как выглядело место обнаружения, правоохранители сразу предположили, что убийство произошло в другом месте, и на парковку погибшую привезли, чтобы избавиться от трупа. Об этом же говорили следы волочения тела. Возраст жертвы был установлен в диапазоне от 15 до 30 лет. Внешне она была похожа на выходцев из коренных народов США. Возможно, также имела латиноамериканские корни. Ключевой приметой было то, что у погибшей были сбриты брови, а вместо них, на четверть дюйма выше, карандашом были нарисованы коричневые линии. Также, на момент смерти она находилась на пятом месяце беременности, и у нее должен был родиться мальчик. Определили, что женщина ранее рожала. Помимо этого, при вскрытии были найдены следы гинекологической операции, которая обычно делается после повторных родов. Вполне вероятно, что у нее могло быть несколько детей. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения, которых было насчитано не менее 29. Также были следы удушения и большое количество так называемых защитных ран, что свидетельствовало о яростном сопротивлении девушки перед смертью. Со скобы из-под ее ногтей, с биоматериалом нападавшего, были собраны и сохранены судмедэкспертами. Все усилия детективов 80-е годы не привели ни к раскрытию этого преступления, ни к идентификации жертвы. Тогда погибшая получила имя «Неопознанная жертва из округа Вентура». Лишь через 32 года, в 2012 году, благодаря проведенному анализу ДНК частиц кожи из-под ногтей жертв, удалось узнать, что убийцей двух, найденных с разницей в три дня женщин, был один и тот же человек. Уилсон Клод Чуэст-младший родился в 1951 году в Новом Орлеане, штат Луизиана. Первые известные на данный момент преступления он совершил в 1977 году, в возрасте 25 лет. Тогда он предложил девушке подвезти ее до каньона Топанго. Планируя похищение, мужчина заранее снял внутренние ручки дверей, чтобы жертва не смогла выбраться из машины. Отвезя несчастную в безлюдное место, он ограбил ее, изнасиловал, душил и бил, пока она не потеряла сознание. Жертва оправилась от ран, дала показания, и Чуэста посадили в тюрьму. Однако в обмен на признание вины в ограблении и похищении человека, ему не предъявили обвинения в изнасиловании. Потому за решетку Уилсон провел всего несколько лет. Уже через месяц после выхода на свободу он продолжил свои нападения. В Визалии, штата Калифорния, Чуэст подошел к женщине, которая шла из колледжа Секвой, и попытался усадить ее в свою машину, угрожая ножом. Девушка же вместо этого отдала ему свой кошелек и, увидев двух прохожих неподалеку, побежала в их сторону. Но у грабителя остался кошелек, в котором помимо денег был ее домашний номер телефона. На следующий день ей позвонил незнакомец и предложил вернуть деньги. Другую женщину он выследил возле кампуса этого же колледжа. В этот раз преступнику удалось задуманное, и отвезя несчастную к кукурузному полю, он изнасиловал ее. Однако, когда она заговорила про своего мужа, то он отвез ее обратно и извинился. А 14 июля 1980 года в баре под названием Руби в городке Лемур округа Кинг в Калифорнии, Чуэст познакомился с молодой женщиной, которую изнасиловал и убил, а от тела избавился в миндальном саду городка Делана в часе езды от места похищения. Этой убитой оказалась Джейн Доу из округа Керн. Через три дня после этого в Визалии он подобрал девушку, которая искала попутку, которую также изнасиловал и лишил жизни, избавившись от тела в Эст-Лейке. Ею была Джейн Доу из округа Вентура. Пока Чуэста не осудили, он отказывался давать какие-либо показания. Однако в рамках расследования этих убийств следователи вышли на Патрика Скотта Белла, одного из братьев, которые помогали вымыть машину Чуэста от крови. Как оказалось, преступник рассказал Патрику об убийстве женщины, но тот не только не сообщил об этом в полицию, а напротив, помог избавиться от следов преступления и соврал своей матери Кэролайн, которая спрашивала, откуда кровь в этой машине, сказав, что его знакомый сбил оленя и увез его с места аварии. Общественный защитник, представлявший Чуэста в суде Андреа Нинчев, настаивал на невиновности своего подзащитного, говоря, что тот вступал в половой контакт с погибшими по обоюдному согласию и потому его ДНК оказалась под их ногтями. Но это не помогло. В 2018 году убийцу приговорили к двум пожизненным срокам заключения и дополнительно к четырем годам. Не удалось лишь осудить его за убийство нерожденного сына, так называемой Джейн Доу из округа Вентура, так как это не предусматривали законы 1980 года, когда было совершено преступление. Несмотря на то, что убийца был пойман и осужден, личности его жертв на тот момент установить не удавалось. Лишь в 2018 году, благодаря усилиям команды DNA Доу Проджект был составлен современный профиль ДНК неопознанной из округа Вентура и ее нерожденного ребенка. Их данные загрузили в генеалогические базы, в которых нашлось множество ее родственников в разных странах. Даже был найден троюродный брат, но он не узнал эту девушку. Более того, был установлен и биологический отец ее ребенка, но он также не смог ничем помочь. Современный анализ ДНК показал, что на 60 процентов предки девушки принадлежали коренному населению США. Также несколько поколений назад один из ее предков был родом из Англии, либо Ирландии. В итоге был составлен и опубликован большой список фамилий и регионов проживания родственников девушки, в надежде, что кто-то узнает ее. Иначе дело обстояло с другой жертвой, неопознанной из округа Керн. В 2020 году одной женщине, Вайлет Сусей, показалось, что в реконструкции лица, на сайте проекта DNA Doe, она узнала свою тетю, которую не видела с 1977 года. Чтобы развеять все сомнения, она загрузила свой результат анализа ДНК в систему базы GEDmatch, и ее предположения подтвердились. Убитой оказалась Ширли Энн Сусей. Она родилась и выросла в резервации Сэмсон Кри в провинции Альберта, Канада. Когда ей было 14 лет, ее отец умер, что повлекло за собой финансовые трудности, и девушка решила в поисках работы покинуть резервацию. В итоге она осела в Ванкувере, Британская Колумбия. Там она вышла замуж и родила двоих детей. Но потом брак распался, дети были отданы в приемную семью, а сама Ширли стала бездомной с наркотической и алкогольной зависимостью. Периодически она приезжала в резервацию, чтобы повидаться с родственниками. На похоронах брата в 1977 году она сказала, что не собирается оставаться в Альберте, а съездит навестить друга в Сиэтл. В течение следующих трех лет Ширли жила в этом городе и отправляла семье письма, которые прекратились в 1980 году. На момент смерти ей было 35 лет. Ширли Сусей оказалась одним из первых членов коренных народов США, идентифицированным с помощью судебной генеалогии. А как считаете вы, совершал ли Чуэст другие убийства, кроме этих двух, или по какой-то причине остановился в 1980 году?